Здравствуйте, я Ирина Климова, мне уже 53 года, у меня было воскресенье рождения, теперь уже 53. Я первый раз зашла на голод и лечилась у Серафимы с декабря месяца. Первый раз я худела 43 дня, легко голодала, голодала на мокром, то есть я воду пила, воду пила солью, я похудела, хорошо похудела, потом... Нет, ты у нас как выходила, ты была на голоде 43 дня, ты один день пила воду, один день была на сухом. Первый раз я воду пила, потом была на сухом. Ну нет, один день на сухом, один день на воде, ты так и идёшь, да. Я так и иду. Потом я выходила из голода, выходила из голода на соках, на зелёных соках, меня вела Серафима. Как она выходила из... как она меня выводила из голода, это она сама расскажет. Это целая песня, да? Это целая песня, это целая процедура, как, что, она мне лечила ноги, мои язвы заживали, это отдельная статья. Теперь я опять зашла на голод. Голодаю уже с 1 марта, сегодня уже 18 день. Я теперь один день на мокром, один день на сухом. Вот сегодня я на сухом голодании, почётным я на сухом. Я уже... я очень много хожу за это время, я уже дома, то есть я у неё была в клинике. Теперь я уже дома, теперь я очень много хожу. Сегодня ходила к стоматологу, лечила зубы, с дочкой ходила. Сегодня ходила в магазин, то есть я уже веду нормальный, полноценный образ жизни. На голоде, да? На голоде, как нормальный, здоровый человек. То есть у меня все соседи удивляются. Ира, это ты или не ты? Тебе менять гардероб надо, такое быть не может. У меня пытаются все брать как, что, почему. То есть у нас в магазине, ну все друг другу всё-таки знают, живём всё-таки рядышком. Даже меня в магазине не узнали соседи. То есть я... Ну я хожу, хожу и хожу. Я убираю квартиру, я готовлю. То есть я очень напряжённо, очень тяжело, но ноги разрабатываю. Коленки, правда, ещё болят. Подниматься по лестнице тяжеловато. То есть вот надо разрабатывать коленки, то есть вот так сгибать-разгибать. Это всё-таки тяжело, чтобы вот это вот всё уходило. Руки не обвисают ничего, то есть вот всё аккуратненько. Вот здесь вот всё аккуратненько. Ну вот сейчас ты зашла на голову второй раз. На каком весе ты зашла? Я зашла... На весе? На весе 150 килограмм. Да. А сейчас ты весишь? Сейчас вот мы взвесились, у меня 133. То есть за 18 дней 17 килограмм ушло. Вот. И это легко. Это не то, что это не напрягает, это не то, что нету, ну, как это аллергия на запахи, нет такого. То есть у меня очень, ну, обычно до того, как я голодала, я очень чувствовала запах. То есть я могла различать даже сорта пива. Сейчас у меня нет такой зависимости от запахов. То есть я сейчас запахи переношу спокойно. Сможно было там запахи на сигареты, мне зашнило от сигарет, но нет такого. То есть у меня все вот эти ощущения, даже я вот готовлю на кухне продукты, еду, все прекрасно. Поэтому я... Что ты можешь сказать людям, которые хотят зайти, но боятся? Вот сегодня мне звонит моя подруга и говорит, я так хочу голодать, но я не смогу, я боюсь, я так люблю поесть. Понимаете как, для этого нужно дойти, вот все в голове. Как нам говорил Вениамин Вениаминович, все от головы. То есть нужно, вот когда человеку приспичит, что уже все, или умирать, или жить, тогда начинаешь... Нет, ну это уже крайний случай, на самом деле. Для того, чтобы начать голодать, надо просто намерение. Это очень легко, на самом деле. Ты же не думал, что ты будешь столько голодать. Да, ты пришла, я тебе сказала, приходи, мы тебя будем вести. Я увидела твои ноги, я увидела твой вес, и я сказала, все, начинаем голодать. И ты ни разу у нас не поела. И мы тебя сразу ввели в голод. Так ведь? Ну, знаете, не хотелось. Хотелось быть здоровой. Вот если ты хочешь быть здоровой... Даже если ты не хочешь быть здоровой, ты зашел в голод. Потихонечку все равно ты зайдешь, втянешься. Зайдешь спокойно. В этот раз у тебя был кетоацидоз? У тебя был запах? Как ты прочувствовала? Нет, не было запаха. Вот у меня тоже второй раз не было. Не было запаха, да, и не потею. То есть я после мытья беру соду, мажу под мышками, под грудью, под все эти складки, мажу. У меня нет запаха, нет кетоцидоза, то есть этого нет ничего. У меня, например, брат весь, то есть у него тоже большой размер. Я ему предлагала, я говорю, давай, начинай, давай худеть. Он говорит, нет, нет, то есть он еще не созрел. Вот нужно дойти головой. Нет, тут даже дело не в том, что головой, а рядом просто должен быть человек, который будет висеть. Вот если бы он пришел и сел, и мы бы его посадили на год, конечно бы он голодал. Куда бы он делся, да? Если еды нету, как бы сегодня у меня Мария Николаевна говорит, я не могу есть, это зеленый. Я говорю, не можете есть, не ужинаете, и все, я ушла. Я говорю, до свидания. Еды нет, потому что у вас сахар, и мы едим зеленые коктейли. Пока. Поэтому ничего другого нет. Нет, не хотите коктейли, не ешьте. Все, еды нет. Вон, пейте ромашку, пейте воду, пейте масла, и все. Я с удовольствием делаю эти зеленые коктейли. И ела вот эту антипаразиталку. Ну, она уже десятый день, не забывай об этом. Нет, ну, кроме коктейлей, есть еще вода, есть еще специи, которые надо посыпать. Специи ей не понравились. Кстати, я ей вот дала зеленые коктейли, и говорю, посыпьте специи. Она говорит, не могу, это не ее. То есть специи тоже надо подбирать индивидуально, потому что у каждого свое. Ну, то есть разнообразие большое на выходе из голода. То есть только можно разной еды, да? Еще ты была у нас, у тебя противогрибковая диета. Ты не ела у нас глютен, ты не ела у нас никаких фруктов, овощей, потому что все было без глюкозы, без сахара. То есть были горечи очень много и зеленые. Но мне давали грейпфрукт. Вот я вчера и тоже давала грейпфрут, да. Я его ела, я его даже съесть до конца не смогла. Он такой вкусный. Мы тогда, по-моему, даже пропустили следующую еду после грейпфрукта. Ну, в общем, ты мне диету подобрала идеально. Вот для меня это идеальная диета. Один раз. Это, ну да, каждый раз все чередует, в течение недели все расписывается. Поэтому и важно, именно вот вести надо и на выходе, потому что сорваться очень легко. Если ты один дома, ты захотел, ай, ладно, я съем, ай, ладно, я уже все испортил, и все. Если вдруг ты срываешься, например, на чем-то, сразу заходим в голод опять, хотя бы на три дня. И все. И опять все можно нормализовать. То есть, ну, лучше, конечно, не срываться, особенно кто на длительном голодании, потому что это чревато. И если мы поставили себе цель и не ела, например, ты 42 дня, да, и вдруг взять и пожрать что-то, что нельзя, это просто глупо, я считаю. Вот. Не, ну, а зачем, зачем? Ты столько усилий прилагаешь, чтобы похудеть, чтобы привести свой организм в норму, чтобы ноги нормально все, и сорваться на ерунде. Я считаю, что это не важно. Ну, вот так что, Ирина у нас жива, здорова, светет и пахнет, настроение. Да, я еще при том начинаю заниматься гимнастикой, то есть приседать, нагибаться, то есть это вот, вот это вот, все вот это вот раскачивается. Еще у меня вот эти вот палочки мои, волшебные палочки, которыми я бью себя везде вот эти вот, чтобы уходил. Все вот это вот, все вот это вот. Ну да, лимфодренаж, обязательно все это надо делать. Да, ничего сложного в этом нету, надо просто начать и делать. А да просто себя любить. Ну, все себя вроде любят, поэтому все такие толстые. Ладно, все, давайте будем с вами делиться еще Ириными успехами. Спасибо. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...